Микрофон, пожалуйста. Да, спасибо. Я не знаю даже, с чего начать. С целями экономии времени и соблюдения регламента я сразу вопросы выступления совмещу. Вы в Минусинск приедете, школьника спросите, он вам скажет то же самое, что вы с этой высокой трибуны сказали. Что спасет Минусинск? Субсидирование электричества, субсидирование центрального отопления, субсидирование... ...в 50-м, либо каком году. Об этом все знают. Зачем об этом спрашивать мэров с этой высокой трибуны, просить депутатов активно включиться? Вам губернатор поставил срок. Это есть на сайте, на вашем правительственном сайте. Конец января. Все это в декабре было на совещании, обсуждалось все это в декабре. Я, честно говоря, ожидал, что вы скажете здесь о конкретных мерах, либо о каких-то сроках, когда это будет сделано, в каком объеме. Или хотя бы заявите о необходимых ресурсах, сколько мы можем это сделать из бюджета края, сколько там называете... ...первое, вот пост, второй год вы там все закупаете, закупить не можете экологически. Второе, ведется работа. Пересказ школьника. Вот я сейчас в ночь выезжаю в Минусинск, люди знают, что вы будете выступать, смотрят в онлайн-транспорт... ...что отопительный сезон закончится, и Минусинск летом снова станет чистым, и привлекательным городом все хорошо, а до зимы... ...ничего не изменится. Ну, если только город сам, всеми стандартам... ...поэтому, не затягивая время, первая моя позиция, как депутата, представляющего город Минусинск законодательных собраний края, я не могу признать ваш доклад пригодным для принятия ни ЗАГС-собраниям, ни мной, ни общественностью, ни жителями города Минусинска. Никакой конкретики, никаких решений, просто ликбез, о которых и так все знают. ...как-то тоже на это уже реагируют. Насколько у нас созыв заканчивается, полгода осталось работать, нам одно да потому, вот приходят, мы работаем, работаем, работаем. А дальше что? Кто-то, может, на выборы в этом зале соберется, пойдет. Что он будет предоставить? Не знаю. Поэтому, извините, работа ваша непригодна. Уважаемый Павел Леонидович, у меня два простых вопроса. Первое. Известно ли вам, с какого периода ведется наблюдение атмосферного воздуха в городе Красноярске? И второй вопрос, он связан с этим. Я житель еще советского периода, города Красноярска. Красноярские существа, шинный завод, завод химволокно, завод резинотехнических изделий, шелковый комбинат, судостроительный и судоремонтный, синтетического каучика, сегодня тоже еле дышит. Ну и другие. Частный сектор был неизмеримо. Я про 80-е, не буду в 60-е заглядывать. Неизмеримо больше был, чем сегодня. С чем связано? Так вот, что происходит? Откуда... Как-то вы оцениваете это? Или, например... ...восноярцы в 80-е годы и сегодня. Вот сравнить, потому что... ...по власти, о том, что ничего не случится, что у нас умирают, ну, каждые, там, 10-е, 20-е и так далее. И в том счете, в телеграм-каналах регулярно появляется... ...самый грязный город в мире. Это что такое? Заводов нет. О каких заводах мы говорим? Нету заводов в Красноярске, кроме алюминиевого завода. Не будем там, Красмаш, который упал в численности в десятки раз. Что происходит? Как вы объясняете вот это вот составляет? Спасибо большое за вопрос. А можно я сначала, Борисов, Валерьевич, отвечу? Пожалуйста. Так, значит, был вопрос. Позволю себе использовать следующую аналогию, Борисов, Валерьевич. Для того, чтобы лечить пациента, доктор назначает какие-то анализы. Тот самый комплексный план ПДВ – это инструмент, который позволит нам обозначить, какие предприятия и какие районы этого города, каждого из городов, которые я обозначил, вносит и какие загрязняющие вещества. Эту работу мы планируем закончить до конца текущего года. Сразу по второму вопросу. Я поддержу тезис, наверное, о том, что мне самому непонятно, почему город Красноярск находится в первых местах рейтинга, поскольку данные о наших постах наблюдения, которые считаются сертифицированными и автоматизированными, соответственно, показывает такой уровень загрязнений за 7-х периодов, когда у нас НМУ. Я достаточно давно сам жил в городе Красноярске и в целом Красноярском крае. С начала 90-х годов я прекрасно помню, что у нас было с частным сектором и как он сейчас отапливается. Думаю, что та же покровка, где было электроотопление и, собственно, контроль за электричеством был не настолько налажен. Сейчас все частные дома, и мы говорим, что 16 тысяч домовладений, которые выбрасывают порядка 16 тысяч тонн в приземном слое атмосферы, которые отапливаются, как правило, углем. Но тут нужно, если дальше развивать тему, что уголь, собственно, не сам уголь настолько вреден, а сколько способ его сжигания. Поскольку проведенные лабораторные исследования, которые проводила компания Кроссека в конце 2020 года, показали, что в зависимости от того, какое использовать оборудование, либо это буржуровый, автоматический котел, выбросы снижаются до 12 тысяч тонн. А по поводу мониторинга, значит, мониторинг действительно в период новейшего существования данных, которые мы получили, ну, наверное, 2013-2012 год. Спасибо. Павел Викторович, пожалуйста. Павел Викторович, ну, в принципе, Ваш ответ по моему, по моей инициативе, в принципе, понятен, принят. Но почему он был задан? Потому что когда правительство Красноярского края совместно с городом Норильском, там, наверное, в экстренном порядке собирали предложение, что можно сделать за деньги, которые, наверное, для того, чтобы экологическую обстановку в Норильске исправить, вот эти все программы, мы на городском уровне, и я просил на уровне законодательного собрания все-таки каким-то образом нас с ними ознакомить. А Вы нам говорили, вот когда дойдет дело до денег и до конкретных мероприятий, когда мы вас ознакомим с этими программами. Вот мне бы не очень бы хотелось, чтобы конкретно поручение президента как-то проходило все-таки представительный орган. Потому что мы тоже считаем, что имеем право на некое мнение по разному взвешиванию профинансированных мероприятий, которые в том числе, я безусловно, понимаю, что они очень важны. И здесь просто многие моменты, в чем, допустим, они такие немножко спорные, в том, что по некоторым территориям ведь можно было давно и из бюджета Красноярского края мероприятия профинансировать, но именно сейчас мы дождались того, что да, это повод хороший. Но, наверное, компания, когда оплачивала такой штраф, возмещив ущерб, все-таки можно территорию получить. Он насчитан был специалистами, которые просчитывали очень долго и научно обоснованно, чтобы именно эти деньги были полностью потрачены на территорию Норильск. То есть, получается, если какие-то средства будут не потрачены на Норильск, то мероприятия, которые полностью просчитаны, они будут не сделаны. Поэтому вот в этой части я и прошу... ...с теми мероприятиями, к которым вы уже сейчас обратились, и не в части даже вас поправить, а в части принять решение и помочь, может быть, даже разобраться в предыдущем... ...вот мы с вами ездили в декабре, это по городу Норильску, район Толнах. Буквально вот опять вчера произвучали в средствах массовой информации, в соцсетях о том, что люди опять жалуются, о том, что мышечный коптит из-за неправильной эксплуатации, но другого там ничего не дано. И вот в этой части мы с вами обещали... ...сорок исполнения. Это... ...вот я так понимаю, что в месяц уже сроки все заканчиваются. ...скажите мне, пожалуйста, какие наши будут дальнейшие действия, либо какие мы дальнейшие обещания будем жителям района Толнах, а вести их в курс события. Мы будем их закрывать, мы будем ждать, пока они все-таки ликвидируют, или мы усилим какие-то мероприятия, чтобы все-таки быстрее ликвидировать. Вы знаете, это немало уже полгода. Как ветер подует с полигона, так начинают все жители Толнаха об этом сообщать. ...вопросы, а потом перейду к первому. По полигону полигона мы были на территории Норильска и Норильска промышленного района, и, собственно, выезжали на территорию полигона. Если на момент нашего с вами... ...то потом с участием... ...много города Норильска. ...количество машин... ...дополнительных термоточек... ...нарильска планировали за 20... ...и до сих пор я не подтверждаю, что сейчас... ...санитарная зона на самом полигоне... ...и каждые три дня на место выезжает лаборатория передвижная Роспотребнадзора, которая на месте, и вот буквально вчера я сверял часы, осталось, наверное, может, сегодня, завтра, они должны закончить последний очаг, и уже самого тления и горения на полигоне не отмечается. 6 и 7... ...с помощью какого-то... ...последний... ...они эту информацию полигон размещает у себя каждые три дня. Наш, соответственно, отдел экологического надзора... ...наши информации как раз и были предприняты все эти меры Росприроднадзора по северу. И если позволите... ...необходимо всем 146 или там большее количество денег, которое мы там миллиардов... ...не решение предложения все-таки. И еще вот к первой части по полигону Росприроднадзор, Роспотребнадзор констатировал, что превышение ПДК, именно в районе Толнах, было не только от полигона. Поэтому вот с этими источниками давайте тоже разберемся, в ближайшее время тоже поставим, по крайней мере, жителей Норильска, и в том числе и депутатский корпус, заинтересованный в этом, с этой информацией. Абсолютно справедливое замечание. Если... ...ответы оставать нельзя. Да, я, собственно, сам, когда был в Норильске, неоднократно... ...на то, что понимать, что... ...я планирую, что у нас появится такие экологические лаборатории, передвижная на территории Норильского промышленного... ...дополнительно вносит вклад в загрязнение атмосферы. Кроме одного крупного... ...думаю, что это не единственный факт. Спасибо. Алексей Викторович, прошу. В общем-то, понятен акцент, который Вы сделали в Вашем выступлении, на чистоте атмосферного воздуха, потому что... ...у каждого человека... ...но я прошу обратить внимание еще... ...другой части мониторинга... ...ресурсы и загрязнение почвы. То, о чем вчера говорили... ...эта проблема больше связана не с крупными... ...соторами, где отсутствует канализация... ...современная... ...и это серьезная проблема для... ...значительное число жителей, потому что они фактически вынуждены сливать... ...жидкие бытовые отходы, коммунальные отходы... ...за Акулицу... ...загрязняя почву, загрязняя... ...и воды подземные. Спасибо за вопрос. Вот, наверное, вопрос... ...а нашего министерства и Минпрома... ...отдельно доложу, что... ...губернатора Красноярского края... ...в радость Козлова Александра Александровича... ...было направлено письмо... ...с включением... ...то есть мы направили перечень... ...накопленного вреда... ...и 30 дней... ...по этим объектам работаем... ...это для включения в федеральный проект... ...федеральный проект «Чистая страна»... ...и такую работу планируем продолжить... ...по территории Юга Красноярского края. Спасибо, Вера Игорна. Прошу, пожалуйста. ...пять городов, по которым... ...а во-вторых, вот у меня округ Балахтинский... ...и в город Шарыпово и Ужурский район... ...я еду через два города, которые... ...и это Назарова. Вот буквально только... ...господи, по-моему, день назад... ...я сфотографировала дымящийся... ...гресс... ...но пока еще там не выложила, да, в сеть... ...но вообще это всегда впечатляет, когда проезжаешь мимо... ...но впечатляет очень окраина Ачинска... ...вот особенно летом... ...когда все вдоль дороги... ...вот выезд на мост... ...в сторону Назарова... ...когда все вдоль дороги, все листья деревьев... ...пусты покрыты толстым слоем пыли... ...или пыли там, или... ...взвеси... ...которая садится на... ...на это все... ...честно говоря, там надо прям предпринимать... ...серьезные усилия по этому поводу... ...чтобы эта часть... ...города в том числе... ...была более чистой... ...я уже не говорю чистой, но более чистой... ...вот здесь Владимир Николаевич со мной, наверное... ...согласится и подтвердит... ...что дышать там точно нечем... ...да, мы предлагаем... ...на левый берег перейти... ...построить пост и все будет хорошо... ...хорошо, коллеги... ...ну, если позволите... ...наверное, пост это все-таки для мониторинга... ...я позволю согласиться... ...с уважаемым Вирой Егоровной... ...абсолютно справедливое замечание... ...у нас Норильский, Ачинск... ...в числе Каннск, Сосибирск и, соответственно, Минусинск... ...вошли в дополнительный перечень... ...который является загрязненными... ...и ровно об этом я говорил... ...что мы до конца текущего года... ...уже конкурсные процедуры должны... ...в ближайшие дни быть объявлены... ...должны разработать сводные тома ПДВ... ...это вот ровно то... ...что я отвечал Владиславу Валерьевичу... ...до конца текущего года... ...мы должны разработать сводные тома ПДВ... ...если продолжать эту самую тему... ...на прошлом комитете ЗС... ...обсуждали вопрос... ...по воздействию на здоровье человека... ...это, наверное, все-таки пограничная тема... ...так или иначе... ...но мои переговоры с Горяевым... ...и, соответственно, после этого я общался... ...с руководителем института... ...который изучает влияние на здоровье организма... ...цифры примерно следующие... ...для одного города... ...необходимо для того, чтобы исследовать... ...порядка 50 миллионов... ...в двухлетней перспективе... ...это тема, которой так или иначе... ...нужно будет вернуться в будущее... Владимир Николаевич... ...вы, когда хотите выступить... ...приподнимайте микрофон... ...я его не вижу... ...из-за впереди сидящего нашего коллеги... ...а так вы начинаете несанкционированно выступать... ...я не могу понять, кто... ...начал выступление... Александр Сеевич, хорошо, вам, пожалуйста... ...спасибо, потому что информация касается... ...нашего... ...это уже от комитета, да? Нет, я не от комитета, как депутат... ...хочу сказать... ...то есть, коллеги, я не могу не поддержать... ...министерство и правительство Красноярского края... ...потому что реально за последние два года... ...сделаны реальные шаги для улучшения экологии... ...не только в Красноярске и в Норильске... ...в связи с федеральным законом... ...и особого внимания президента... ...но и по малым городам. Я еще раз говорю, что когда мы рассматривали... ...на комитете, мы впервые выделили деньги... ...на сводные расчеты на инвентаризацию выбросов... ...в малых городах Красноярского края. Сейчас ведем работу и в бюджете Красноярского края... ...указано о том, что необходимо выделить деньги... ...и на изучение влияния вредных выбросов... ...на здоровье в этих городах. Поэтому, когда мы говорим и начинаем критиковать... ...в нашем городе, что ничего не делается... ...абсолютно неправильно. Это движение не только правительства Красноярского края... ...не только депутатского корпуса, но и муниципалитетов. Когда мы рассматривали вот эти предложения муниципалитетов... ...по комплексным планам по улучшению экологии... ...ну, я вам скажу, из пяти городов только мэр Минусинска был... ...остальные на уровне специалиста. Все считают, что только правительство Красноярского края... ...только бюджет Красноярского края должен заниматься экологией. Ни в коем случае нет. Коллеги, вот почему мы обращаемся и просим? Никто в постановлении не внес своих предложений... ...по экологическим вопросам, хотя комитет уже рассматривал... ...четыре раза с октября месяца эти вопросы. Почему мы ставим вопросы в постановлении, говорим о том, что должны быть конкретные мероприятия... ...на уровне тех городов, в которых наибольший уровень загрязнения. Точно так же, когда нас заставляет президент... ...вот есть в комплексе план, утвержденный в 2019 году вице-премьером Гордеевым... ...там мероприятия федеральные, там мероприятия краевые... ...и мы обращаемся в федеральный бюджет из-за финансирования. Поэтому такая программа будет и в Красноярском крае, мы движемся в этом направлении. Но мы должны не только критиковать, но каждый на своей территории должен давать конкретное предложение. И Ачинск, и Минусинск, и Лиссасибирск. Минусинский мэр сказал, давайте улучшим экологию в Минусинске. Дайте нам 14 миллиардов рублей для инвентаризации электросистемы, а субсидии будем считать потом. С таким методом мы экологию не улучшим. Поэтому я еще раз говорю, не могу не поддержать министра, потому что реально шаги делаются. Реально делаем и мы шаги, это внесено и в программу, и в постановление в бюджет Красноярского края, и в бюджете края. Поэтому давайте мы, экология это больная тема для Красноярского края, давайте мы ей будем заниматься конкретно, каждый на своем месте. Спасибо. Спасибо, Виктор Иванович, пожалуйста. Павел Леонидович, у меня какое предложение есть. Учитывая, что когда-то по должности я получал информацию недельную, месячную по поводу состояния нашего атмосферного воздуха в Красноярске на атомарном и молекулярном уровне. И, к сожалению, знаю, что происходит из-за этого в организме человека. Иногда, когда узнаешь об этом, страшно жить становится. Но не будем, как говорится, нагнетать обстановку. Все-таки, когда вы выходите на трибуну, ну, у нас есть уже отсечки какие-то, вот когда обострилась ситуация, к сожалению, министры только меняются, докладывают по очереди. Все-таки выходить на трибуну и список ПДК было на 1 января, допустим, там, 17-го года. И что сейчас? Скажем, сделали электрофильтр на ТЭЦ-1. Что произошло в результате? Потому что у нас очень много эмоций вокруг экологии. И черное небо, чуть что, сразу там все ресурсы пишут об этом. Но все-таки мы должны знать, что происходит реально. Кроме того, вот вы называете цифры по домовым владениям, которые там сжигают неправильно уголь. И говорите о том, что мы будем вместе с Министерством промышленности что-то делать. Может быть, нам однажды договориться с теми, кто загрязняет, и тариф на электричество не повышать. Никто же не обязывает повышать тариф. То есть дается только предельная норма. И может быть, в этой сфере поработать по-настоящему, потому что это самое быстрое было бы решение. Кроме того, вы, конечно, большой аванс дали. И мне тоже спасибо, что мы должны быть активными. Но по, вот в частности, Саянскому району я подавал сигналы, но вы еще министром не были. Но как реагирует Министерство экологии? Когда вот случилась авария в Курагино, известно, когда мы на весь мир прогремели. Ведь все так и продолжается. Вот на приисках пошумели. И если реки посмотреть, вот в бассейне реки Канн, как желтая вода шла, так и идет. Никто там ничего не контролирует. По тому же Саянскому району я обращался. Вы говорите, что-то там надо создавать. Там люди местные уже создали и пишут. Но как в местную небольшую речку сливалось все, так и сливается, в общем-то. Так что в этой части надо от призыва все-таки прокурора природоохранного подключать и спрашивать, кто загрязняет на самом деле. Не только агитировать нас. Спасибо. Пожалуйста. Можно ответить? Пожалуйста, да. Справедливое замечание. Возьму на заметку относительно ПДК. Касаемо заводопромышленников, которые были в прошлом году и в этом году. Соответственно, у нас в планах стоит проверка золота промышленников по территории Красноярского района. Это не только Сесимский район. Это Иманский район, это Курагинский район, это Матыгинский район. Если следили за деятельностью министерства в прошлом году, активная работа по Курагинскому району приостановила деятельность некоторых из них. Это уже было после аварии. Действительно, после аварии Сесимской, которая трагедия была в конце 2019 года. Справедливые замечания принимаются. Спасибо. Павел Леонидович, а как Вы вообще в целом оцениваете весь комплекс мер, который принимается по неблагоприятным эти условиям, которых было уже немало с начала года? То есть, как в этом смысле загрязнители реагируют на те указания, которые им выдаются? И что необходимо сделать вот в этой оперативной работе? Потому что, ну, зачастую она определяет и настроение людей, и горожан, которые там, Вы сами знаете, и протестуют, и так далее. То есть, вот в этом комплексе есть что изменить в лучшую сторону? Павел Леонидович, во-первых, есть, безусловно, что изменить, и мы этим, собственно, и занимаемся. Не далее было, то есть, не далее, как в прошлом месяце было совещание, значит, крупных предприятий на цементном заводе, где мы, во-первых, договорились о том, что предприятие рассмотрит возможность и возьмут на себя дополнительное обязательство по снижению выбросов в перевод НМУ. Если можно сделать шаг назад и сказать, что такое вообще НМУ, почему его много в этом году? То есть, прогнозировать НМУ за 2-3 дня могут наши специалисты Росгидромета и дают нам информацию для того, чтобы мы передавали информацию следующему, следующему изуму предприятию, и они начинают снижать выбросы в соответствии со степенью этого НМУ загодя. Сколько дней неблагоприятных метеословий будет в году, даже Росгидромет, наверное, не скажет, сколько будет до конца 2021 года. Это набор неких погодных явлений, но при этом никто не говорит, что так оно и есть, и будем с этим жить. Безусловно, модернизируются предприятия, это раз, снижают выбросы в период НМУ с первой категории. Мы призываем переходить сразу на снижение ко второй категории, это повышенные проценты, соответственно, уменьшение выбросов в атмосферу. Ну и как следующий этап, мы о чем постоянно говорим, аиты, автономные источники теплоснабжения, которые как в городе Красноярске, так и во многих малых городах, вне зависимости от того, что они от общего объема дают незначительную цифру, они находятся в приземном слое атмосферы. И замещение вот уже тех самых 10 котельных, которые есть в Красноярске, как мне кажется, уже эффект дали. 20 по концу 2021 года еще дадут эффект. Это центральный, это район, собственно, Покровки и вот Шахтеров, там основная часть. Пожалуйста, Егор Семенович. Павел Леонидович, вот вы в своем докладе уже упомянули про план мероприятий, в том числе на 2021 год, и в плане озвучили ситуацию с ликвидацией как раз вот емкостей с опасным химическим веществом Трихворселаном в Железногорске на территории бывшего завода полупроводникового кремния. Вот на сессии на прошедший месяц назад я обращался с запросом в Комиссию Краевую по чрезвычайным ситуациям, чтобы в мой адрес предоставили в адрес собрания информацию о том, как реализуются мероприятия, связанные с как раз поиском подрядной организации, паспортизацией данных объектов и вообще самой работой по утилизации данного опасного химического вещества. Данная информация на сегодня в мой адрес так и не представлена, насколько я понимаю, в адрес законодательного собрания тоже. Хочу вот с вас информацию сейчас эту получить, все-таки какая там ситуация, потому что, по моей информации, управление Росимущества, территориальное, федеральное, до сих пор даже еще не подготовило технические паспорта, для того чтобы подготовка которых предшествует подготовке самой технической документации на организацию конкурса по утилизации, чтобы потенциальные подрядчики вообще понимали, о каком объеме утилизации опасного химического вещества идет речь. Прошу вот сейчас оперативную эту информацию предоставить. Егор Сергеевич, ну, если позволите, оперативную информацию я вам не предоставлю, поскольку придумывать не приучен, а это направление ГУЧС, и, соответственно, я попрошу своего коллегу, чтобы информацию оперативно дали. Относительно того, что я заявил, что в 2021 году мы дикорсилан ликвидируем, это не совсем так. Я сказал, что это мероприятие мы планируем включить в тот комплекс мер, те самые 50, которые направляем для рассмотрения в Москву. Поэтому взять, обязательно, что в 2021 году мы точно закончим, вот не такая фраза была. Спасибо. Александр Владимирович, пожалуйста. Спасибо. Вот Александр Алексеевич сказал о том, что на комитете, несколько комитетов проводилось, и никто не пришел и не внес никаких предложений. Мне кажется, вопрос настолько емкий, настолько сложный, что мы, обсуждая эту тему, сами не верим в то, что ее, по большому счету, можно решить. Мы не знаем, каким способом, каким методом. И приводим примеры с 80-х годов, то, что изменилось в ту или иную сторону. Мы хотим о том, чтобы вы приходили на трибуну и говорили, что было там на первое число, что стало на десятое. Мы говорим, от чего умирают люди. Особенно умершим интересно, от чего они умерли. Мне кажется, живущим интересно, какие есть мировые опыты, дорогостоящие компании, которые приходят в подобные нашему городах и предлагают конкретные, уже опробированные методы решения данной сложнейшей задачи в наших мегаполисах. Изучался ли вами этот рынок? Есть ли какая-то цена? Вели ли вы с кем-то переговоры? Ну, говорить о том, что через два года мы получим условно какие-то результаты проведенных анализов. Но вот насколько это легко жителям слышать о том, что мы провели здесь комитеты, делаем какие-то шажочки, что они у нас там в нужном направлении. Вот, мне кажется, люди ждут, которые сегодня сидят на чемоданах и планируют уехать из Красноярска. Это наиболее активная, наверное, часть населения, позволяющая себе уехать. Именно по вопросу экологии. Именно из экологии увозят своих детей для того, чтобы жить в других регионах. Есть ли у вас такой мониторинг? Существует ли практика? Мы говорим о погоде. Может быть, эту погоду уже нужно самим делать? Может, этот ветер нужно придумывать там в Минусинской долине? Или в Красноярске? Я тут с Ереминым разговаривал. Может быть, действительно нужно там под мостами вешать какие-то огромнейшие вентиляторы и создавать искусственный поток воздуха по Енисею? Может, он вытянет с наших дворов в день черного неба? Но нужны какие-то нестандартные, необсуждаемые практические меры? Я прошу вас посмотреть глобально. Я представляю, вы бы вышли и сказали о том, что... Ведь это же последствия экономики, это последствия в том числе денег, получаемых в бюджет. Поэтому на это должно быть не жалко денег. Вы бы сказали, нужно 100 миллионов долларов, значит, и в Норильске будет чисто. Нужно несколько миллиардов долларов, и в Красноярске будет чисто. И в Китае это в Пекине опробировали. И это и есть компания, она готова приехать, изучить. Сами они все по ДК снимут. Нам нужен конечный результат. Спасибо. Можно не отвечать. Если, конечно, у вас есть, сказать, по поводу компании. Безусловно, есть. Я очень коротко отвечу. Я позволю себе на непопулярную вещь. Я выражу больше оптимизм, нежели вот, Александр Ильич, в докладе. Что такое комплексный план, который разработан для Норильска и для Красноярска? Это не некая мифическая история о том, что все должно быть хорошо. Для каждого конкретного предприятия, каждое конкретное мероприятие, которое прописано по годам. Для того, чтобы двигаться вперед, мы должны не просто, а должно быть все хорошо. Это предприятие модернизирует такую-то установку, ставит такой-то фильтр. И вот этих набор, этих инструментариев должен быть достаточный для того, чтобы сделать шаг вперед. Я позволю себе короткую ремарку. Не ухудшается ситуация в городе Красноярске. По сравнению с 2018 годом уровень загрязнения атмосферного воздуха, по данным Роспотребнадзора, снизился с очень высокого до высокого. Понятно, что это не утешает, это неблагоприятно, но динамика есть. Я могу маленькую реплику скажу? Пожалуйста. Вот, коллеги, буквально на прошлой сессии мы приняли закон о том, что ежегодно будем заслушивать отчет и доклад о состоянии охраны окружающей среды на сессии законодательного собрания. С 2013 года мы эти доклады делаем, вот там как раз проводятся и показатели, что было год назад, что было два года назад и какие мероприятия делаются. То есть мы в этом направлении идем и будем видеть реально, что и делается, и улучшается, либо ухудшается наша обстановка, в том числе и влияние экологии на здоровье населения. Поэтому мы в этом направлении работаем. Давайте совместно, я еще раз говорю. То есть абсолютно правильно, комплексные планы по всей территории Красноярского края в загрязненных городах, мы должны их принять по каждому предприятию, в том числе и по жителям. Но сначала мы должны понять, что загрязняет воздух на каждой территории, а тогда будут мероприятия. И прошу вас тогда поддержите и комитет, и министерство, когда будем принимать бюджеты Красноярского края, о том, чтобы выделяли больше денег на экологию в Красноярском крае. Мы всегда получали деньги по остаточному принципу. Спасибо, коллеги. Давайте потихоньку завершать обсуждение. Денис Геннадьевич, прошу. Ну вот сейчас заактивничали, компания начинается, заактивничали, подняли такие острые вопросы экологические. В сентябре, в конце сентября завернут и забудут про это все. Да, где-то трубы там коптят. А что до этого не видели, что там трубы коптят? В том же Ачинске, где-то еще. В этом проблема. Что наши граждане-то хотят? Граждане наши хотят, чтобы была чистая вода, чистый воздух, чтобы чистые дворы были, чтобы преступности меньше было, наркоманов не было. Ну, этого они хотят. Я даю рецепт вам здесь, в стенах этого, в стенах парламента. Нужны такие законы, чтобы никто их не мог обойти. В этом направлении мы должны двигаться, чтобы не было никаких лазеек, понимаете, для заинтересантов. И жестко спрашивать, где какие-то начинаются там выбросы. Вы все, мониторинги там у вас, совещания там, доклады. Пустое все. Пустое. То есть вы должны себя проявить. Проявить. Жестко относиться к таким предприятиям, к таким загрязнителям. В Костоярске, в Канске, хоть где. Товарищи, тут нам Китай еще в пример приводят. Вы съездите в Канск, посмотрите, что там Китай творит. Не надо нам их в пример приводить. Спасибо. Александр Александрович, пожалуйста. Коллеги, я хочу обратить внимание, что деятельность этого министра, она вызывает крайнее раздражение и возмущение у жителей Красноярска, и теперь уже, наверное, и Минусинска, и Норильска после его сегодняшних ответов. Потому что только вступив в должность, чем он занялся? Поехал на алюминиевый завод, поехал на цементный завод и начал раздавать интервью, как там все хорошо. Договорился до того в программе «Вести Красноярс», что красноярцы реально на себе почувствовали улучшение экологии от реализации вот этого комплексного плана мероприятий. Ну, мы же тут практически все красноярцы. Если и не живем в столице края, то здесь часто бываем. Я вот не чувствую какого-то радикального улучшения экологии. Я, наоборот, вижу глазами этот грязный воздух из окна. В те периоды, когда и объявлен режим неблагоприятных метеоусловий, и не объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Ну, и после сегодняшней сессии, я уверен, что количество красноярцев, которые ненавидят этого министра, и вместе с ним всю исполнительную и законодательную власть Красноярского края, оно вырастет. И количество тех, кто захочет переехать, вырастет. Потому что, когда люди слышат, что профильный министр не согласен с тем, что Красноярск самый грязный город, не знает, как улучшить эту экологию, ему опять надо десятки, сотни миллионов выделить на очередные исследования, ну, они понимают, что ситуация безысходная, и просто бегут из этого города. Поэтому, если результатом деятельности министерства является рост ненависти и миграция, ну, наверное, нам не нужен такой министр. Я вот к Юрию Анатольевичу, который занят, очень сильно обращаюсь, Юрию Анатольевичу. Ну, у нас уже был губернатор-гастролер, который сказал, что красноярцам всегда легко дышится. Нет больше этого губернатора. Ну, зачем вам министр, который дискредитирует вообще исполнительную власть и увеличивает социальную напряженность и миграцию? Увольте его, пока не случилось непоправимого. Александр Алексеевич, пожалуйста, от комитета. Дмитрий Анатольевич, я, наверное, от комитета я все сказал. Я, наверное, к вам обращусь, но давайте будем осторожны высказывать. Давайте не оскорблять людей. А давайте вообще молчать. Нет, давайте не молчать. А давайте не будем друг друга учить. Вот вы, Александр Алексеевич, сегодня зачем-то меня учили. Коллеги, прошу соблюдать порядок ведения, следовать указаниям председателя. Александр Александрович, давайте вот абсолютно, мне кажется, конкретное и правильное замечание. Ну, я понимаю, вы сами говорите о начале там предвыборного периода. Но давайте все-таки даже в этот период вести себя уважительно по отношению к другим... Давайте к себе вести уважительно, и чтобы нас избиратели уважали, исполнительная власть уважала. А нас правительство ноги вытирает. Мы из социальных сетей уже узнаем о каких-то реформах. Вынуждены сегодня эти вопросы на правительственный час выносить. Александр Александрович, мы не ограничиваем те оценки, которые могут здесь прозвучать от депутатов. Но я призываю вас в этом случае делать это в корректной форме. В корректной форме. А в чем некорректность-то? Ну, вынесите меня на комиссию по этике, если я некорректно. Я сейчас начал повторять все то, что мы услышали. А в чем проблема-то? Давайте, мой призыв прозвучал, я думаю, что вы его услышали. А не надо меня воспитывать. Вы на катере воспитываете своих матросов. Меня не надо здесь воспитывать. Здесь не армия. Меня народ избрал. Вот меня избиратели пусть воспитывают. Александр Александрович, мне кажется, что вы выходите за рамки вообще нашего нормального товарищеского депутатского общения. А не надо никого здесь воспитывать. Если хотите про катер узнать, зайдите ко мне, я вам много расскажу. И о катерах, и о кораблях. А вы, если хотите про выборы, и про воздух красноярский, и про работу депутата узнать, то я вам расскажу. Зайдите. Я вам неподчиненный к вам бегать в кабинет. Я с удовольствием к вам зайду. Вы знаете, что я это делаю спокойно, и никто меня не может упрекнуть в том, что я там каким-то образом игнорирую приглашение депутатов. Зайду, Александр Александрович, и мы с вами поговорим. Но я еще раз призываю всех, и не только вас. Коллеги, давайте все-таки будем сдержаны в своих высказываниях, тем более в обращении. У нас есть достаточный набор нашей лексики, чтобы выразить свои мысли без перегибания палок и без пересечения границ. Спасибо. Александр Алексеевич, продолжайте, пожалуйста, выступление. Так, а я все выступил. Я просто говорю, что это же информация министра. Я могу выступить по следующему вопросу по постановлению от комитета. Хорошо, спасибо. Коллеги, таким образом... Так, Алексей Викторович что-то хочет добавить, пожалуйста. Не могу обойти вниманием эту замечательную дискуссию. Мне кажется, эта критика, которая звучит в адрес министра, это тот род критики, который что бы критикующий сделал вместо докладчика, если бы умел, что называется. Мне кажется, что все, кто выступали с какими-то замечаниями и критикой, могут свои предложения сформулировать. И если они реализуемы, если они финансово, технические и технологически реализуемы, наверняка министерство их учтет. Но фантазировать и критиковать просто потому, что вы не можете решить проблемы, которые не имеют никакого решения, мне кажется, это достаточно бессмысленное сотрясание воздуха. Коллеги, предлагаю нашу дискуссию по этому вопросу. Ивера Егоровна, очень краткую реплику, и мы заканчиваем. Очень маленькая реплика, спасибо. На самом деле, законодательное собрание края не является отделом кадров администрации губернатора Красноярского края. Поэтому обсуждение назначения и снятие с должности мы не рассматриваем. Спасибо. Коллеги, отпускаем министра.